И отправим купаться этого малыша, пусть он купается самостоятельно. Ну что там его намыливать, он же еще маленький, мне кажется он даже испачкаться-то не успел. Привет-привет, с вами Кетти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых пушистиков. Ну что, и не забывайте подписаться, колокольчик нажать и лайк, конечно. Давай посмотрим, что там у нас интересного. Ух тышкин-бартышкин, здесь можно купить нового героя. Ладно, давай купим, но не сегодня. Давай-ка посмотрим, что у нас тут ребята хотят делать. Божечки, размусорили все, как всегда. Ну и малыши, конечно, мне попались постоянно, мусорят и мусорят. Безобразники прям какие-то. Ладно, не буду их ругать, но всяко бывает. Мы что, уже надо мусорим? Так, пойду-ка посмотрю, у меня может там новые малыши есть? Этих надо накормить. О, ничего себе! Ребята, у меня целых два новых яйца. Хм, я думаю, что надо их открывать. Причем очень срочно. Ну что, какой бы ты открыл первым? Розовый или радужный? Я думаю, что, я думаю, что, мм, не знаю. Пиши в комментариях, какой ты бы открыл. Я, наверное, по порядку открою. Просто вначале открою розовый, а потом радужный. Посмотрим, что получится. Кстати, из розового можно сделать нового питомчика. Ладно, давай посмотрим, кто там будет. Ну, малыши, ну что вы мешаетесь? Ух, и мешучие малыши попались, конечно. Ну, что же, что же, что же там нас ждет? И, пожалуйста, вылупляйся. Это кто? Это какой-то розовый кролик? Да ладно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или кто это такой? Он такой милый. Мне очень нравится. Если тебе нравится этот питомчик, обязательно ставь цифру 1 в комментариях. А я давай накормлю его до конца, чтобы посмотреть, какой он вырастет. Мне ужасно интересно, какой он будет. Вообще, в этих играх самое прикольное, это как малыши появляются из этих яиц или еще откуда-то. Прям не знаешь, кто попадется, кого ждать и кто будет. Ну что, вы готовы, ребята? Если готовы, давайте открывать. И это точно посмотри, это зайчик-снежок. Ничего себе. В общем, если тебе понравился этот зайчик, пиши цифру 1 в комментариях. А я пока из зайчика и пандочки, где пандочка убегает в что? Как кашули. Да сколько можно-то? Почему они постоянно мусорят у себя в доме и даже прибираться не хотят? Это безобразие. Еще и кашули отставляют. Ладно, не будем их ругать, потому что, может быть, они еще маленькие просто. Может быть, еще не умеют. Так, давай-ка сделаем новое яйцо и посмотрим, кто у нас получится. Какое яйцо будет? Ух ты, смотри, оно какое-то в крапинку. Очень интересно. А еще можно сделать новое яйцо. Так я сегодня кучу яиц сделаю. Мне нужен дракоша, иди ко мне. Сейчас мы что-то смастерим. Правда, ждать целых 11 часов. Это просто какое-то невероятное время. Это невозможно столько ждать. Ну что, у меня еще одно новое яйцо, и я просто очень счастлива. И, кстати, если ты любишь играть в такие игры и открывать всяких питомчиков и все такое, то обязательно ставь плюсик в комментариях. А я пошла вот этого товарища возьму. Там он, по-моему, мне... А, нет, не он. Подождите, а где мне нужные товарищи? Убежали куда-то? Ребята, вы где? А, вот первый попался. Так, первого взяли. Кого там еще надо было? А еще надо было пандочку. А куда пандочка-то делся? Он же только что здесь бегал. Вот он замалышил здесь в туалете, спрятался. И такой сидит. Я типа никого не трогаю, я никого не знаю. Ладно, но пусть сидит в следующий раз. А сейчас мне он нужен. И здесь полосатая. Это что, зебра будет? Очень интересно, кто получится. А здесь можно заработать какие-то новые яйца. Ладно, давай сначала посмотрим, какие у нас мини-игры, может, открылись. Мини-игр не очень-то и густо. Так, это у нас яйцо. Как это тут закрыть? А, вот как закрыть. Я хотела посмотреть, какие мини-игры у меня появились. Да никаких особо-то и не появилось. Ладно, давай сделаем какую-нибудь высокую башню. Вернее, домик для малышей из бургеров. Посмотрим, кто в них заселится и кто там будет жить. Ой, я что-то промахнулась, кажется. Кажется, неловко вышло. Я забыла совсем, что когда ты кидаешь эту штуку, есть еще какое-то движение какое-то, пока оно летит. У меня, мне кажется, сейчас ничего не выйдет, потому что я... Что-то я очень... Ой-ой-ой-ой-ой, почему квадрокоптеры сломали? Э-э-э, нет! Нет, какой же я молодец! Никакая я не молодец. Я вообще-то промахнулась. Ну ладно, бывает. С кем не бывает вообще? Со всеми бывает, правильно. Давай тогда знаешь, во что поиграем? А давай-ка поиграем в рыбалку. Рыбалка мне вообще очень нравится. Мне кажется, в рыбалку всегда интересно играть. Во-первых, не знаешь, сколько ты рыб поймаешь. Во-вторых, не знаешь, где они вообще появятся. Вот когда они близко появляются, это выгодно, конечно. Можно поймать целую кучу и крутить надо быстро. Главное, акулу какой-нибудь и поймать. А то она как затянет меня в сторону и все, считай, что ничего не поймала. Так, где еще рыбина? Вот она. Сколько интересно, я поймаю рыб. О, близко появилась. Повезло же, что их повезло. Ух тышкин-мартышкин. Реально? Я, кажется, сегодня везучая, но не успела. А что мне, подарок-то дали? Эй, подарок заслужила? Кажется, не заслужила. Ну, как всегда. У меня с подарками вообще постоянно какая-то происходит билибердастика. Ладно, давай тогда этих малышей посадим кушать, а сами сходим и откроем новое яйцо. У меня же второе яйцо радужное есть. Давай посмотрим, кто же там сидит в этом яичке. Очень интересно, как, кстати, стоп-стоп-стоп, это кто такой? Это что за лохматыш? Интересненько. Кто это такой у нас появился? Как думаете, кто это будет? Я пока не могу понять, кто это такой, потому что он какой-то лохматенький, беленький, с сердечком. Очень странный какой-то малыш. Хм, может быть это поняшка? Ну, хотя почему здесь поняшка-то будет? У нас, ну, хотя лошадка есть, может быть и поняшка. Ладно, давай накормим и посмотрим, кто получится. Очень уж интересно, кто же там будет. О-о-о, сейчас готово. И это единорожка-страза? Да это даже лучше, чем поняшка. Если тебе понравилась эта поняша-единорожка, то обязательно пиши цифру 2 в комментариях. И вообще пиши, если ты любишь поняшек-единорожек, обязательно пиши имя своей любимой единорожки. Я только Пинки Пай, по-моему, знаю. Ну, я так себя, конечно, разбираю с них. Ладно, давай малышей накормим, а то у меня они голодные сидят, не кормленные совсем. Так, тебе дадим мороженое, тебе дадим пиццу. Накормим сегодня всех разными, разными всякими вещами. Но, по-моему, они все счастливы. Давайте яблочко еще дадим. Яблочко полезное для завтрака, вообще самое то. Хотя не знаю, насколько на завтрак полезное яблочко. А вот мороженое, это мое любимое. Я просто обожаю мороженое. Сливочное, да с орешками. Ммм, няма-няма-няма. Ну, кстати, какое мороженое ты любишь? Пиши в комментариях. А я покормлю еще котика. Кажется, у меня котик голодный. Ой, ты что, чуть мимо не убежала? Держи мороженое. Здесь у нас только клубничное есть. Другого нету, к сожалению. Но зато у меня есть еще хот-дог и суши-роллы-макароллы. Хм, вкусненько, по-моему, получилось. Так себе сочетание, конечно. Главное, чтобы он у меня не заболел после этого. Ну, по-моему, все в порядке, все в порядке. Ой-ой-ошеньки, макарешеньки. У меня тут еще целая толпа голодающих. Давай посмотрим, кто там еще хочет голодать. Вернее, кто хочет покушать. И отправим купаться этого малыша. Пусть он купается самостоятельно. Ну, что там его намыливать? Он же еще маленький. Мне кажется, он даже испачкаться-то не успел. Этого отправим спать. Этого отправим не отправим. Все, кажется, все хотят играть в игры. Ладно, хотят играть в игры, это, конечно, хорошо. Но надо малышей накормить сначала. Эй, ты не будешь есть? Будешь же. Давайте их накормим роллами. Ну, почему бы и нет? А что такого-то? Вполне себе здоровая еда. Ну, конечно, не очень здоровая, но главное вкусная. Хотя, может быть, я и не права. Может быть, нельзя такую пищу давать малышам особенно. Особенно маленьким. Ну, смотри, они все наелись и все довольны. Да, я повар от бога, конечно. Да-да, это я шучу, конечно же. Ну, что, давайте еще в какую-нибудь мини-игру сыграем. Вдруг нам все-таки дадут подарок. Ой, кажется, у нас кто-то купаться захотел. И заболел еще. Эх, как всегда. Они меня постоянно пытаются заболеть. И постоянно пытаются что-то намалышить, в общем-то. Но не об этом сейчас. Давайте посмотрим. У нас мини-игр больше новых не открылось. Давайте рыбку половим. Ну что, пусть будет день рыбы. Может быть, суши новые сделаем. Будет вкусненько и много. И все мои малыши будут довольны. Ведь у меня ведь есть и котики, и всякие разные другие малышички. Ну что, давай посмотрим, сколько рыбочек мне попадется сегодня. Сейчас-сейчас. Я буду очень торопиться, чтобы не промазать против любой рыбы, в общем. И поймать всех, которые будут в этом озере. Или реке, или даже не знаю, что это такое. Но, в общем, я думаю, что это озеро или река. На море, потому что это не похоже как-то. Ну, не очень похоже, по крайней мере. И что? Все. Я снова молодец. Хм, я люблю быть молодцом. Подарков, как всегда, по-моему, нету. Но зато есть мусор на кухне. Ну, как всегда. Это, мне кажется, вообще классика жанра. Потому что постоянно какой-то мусор бывает. И я, наконец-то, я так и хотела. Я хотела съездить в магазин вместе с моими питомцами. Потому что магазин это всегда весело. Можно получить что-нибудь, что ты даже не ждешь. Ну что, давай откроем и посмотрим, что нам попадется. Только я так и не поняла, почему малыши ездят в магазин не все. А выборочно только несколько человечков, челдобречков. Хм, странно мне кажется. Но не про это. Давайте посмотрим, может у меня карточки хоть одни. Велосипед? Что? Велосипед? Реально велосипед попался? Куда до нем ехать? Давай посмотрим, что у нас еще в карточках. И мне, как всегда, куча дубликатов, но ничего страшного. Мне вообще постоянно куча дубликатов попадается. Я уже ничему не удивляюсь, если честно. Но велосипед? Велосипед это впервые. Мне обычно попадается какая-то еда или... Или... Так, я велосипеда не вижу. Странно. А куда велосипед дели? Хм, непонятно. Непонятно. Ребят, кто-нибудь знает, где велосипед взять? Я, в общем, не знаю. Ладно, пойду поразбираюсь. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А я пока у малышей приберусь. А то, что-то у них здесь разбордачено. Надо бы прибраться немножко. На сегодня все. Всем пока-пока. И не забывайте подписаться. Колокольчик нажать. И лайк, конечно. Все, пока-пока-пока. И не забывайте подписаться.